Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о джекбейтах, что это такое, какую подобрать снасть, как попробовать. На джерке обычно ловят щуку, ловят в стоячей воде, на водоемах с малым течением. Многие считают, что джерки на течении не работают, это не совсем верно. Некоторые модели прекрасно себя чувствуют, даже на больших реках. Но обо всем по порядку. Для ловли на джерке нужна своя снасть, свой спинг, своя катушка, мультипликатор с толстым шнуром. И этот факт многих останавливает. Как правило, стоит все недешево, а попробовать хочется. Я в джерке пришел благодаря вот этой модели, маленького джерка от Трэк ПРО Бэби Бастер. Это уже очень известная модель. Она очень ловистая, многие ее хвалят. Кто ее не хвалит, просто, видимо, не поняли, как на ней ловить. В чем плюс этой модели? Во-первых, она маленькая. Но по сравнению с джерками с настоящим размером, это просто так и назвали Бэби. Весит 25 грамм и можно рыбачить на ней обычно спиннингом. То есть не нужно покупать палок, катушек. Взяли такой маленький джерк, взяли поводок в струну. Я ставил 0,4. Прямо вот сюда, без всяких колец карабинов цепляем и ловим. Великолепно себя показал. Дальше я купил джерковую снасть первую, перешел на серьезные размеры и как бы на этом завис на джерку. Также есть вот такой маленький джерк от Salma. Это Salma Slider 7. Им тоже можно ловить на обычный спиннинг. Великолепно ловить щуку, окунь. Окунь ставится по два штуки сразу на него. Также у этих производителей есть модели еще меньше. Я уже не стану называть их джерками. Вот такие. Salma Slider 6 и Salma Slider 5. Совсем маленький. Но это больше на окуня уже, либо на мелкую щуку. Так, это то же самое у Strike Pro. Есть модель Buster 5, такого размера. И есть еще Tiny Buster. Совсем маленький. У Strike Pro есть еще джерк чуть больше, Табасия джерк 2. Он весит около 40 грамм, может чуть меньше. В принципе, если спиннинг позволяет, такие висяки дать обычные. То есть можно попробовать его. Ну и вот, освоив на обычный спиннинг такой джерк, у него один. Я купил недорогую палку, недорогую катушку, шнур 046 Power Pro и вперед в бой. То есть на эту палку я кидал и такие маленькие джерки. Бебик отлично улетает на те же расстояния. И отлично улетает. В чем преимущество джерковой палки еще, это огромный запас прочности. Если вы цепляетесь за кусты, за коряги, конкретно на Buster разгибаются просто крючки, крыники разгибаются, тут же на берегове сгибаю обратно и дальше рыбачить. Обычно в пинге это будет стопроцентный обрыв. Настоящие джерки, конечно, начинаются немного с других размеров. У Salma Slider Classic считается десятка, десятый слайдер. А у Stripe Pro это Buster Jerk. Эти модели всем известны, если вы как-то изучали тему джерков, смотрели видео. Это две базовые модели для новичков. Вообще они отлично ловят как у новичков, так и у профессионалов. Зерковой ловли. Так, что еще сказать по джеркам. Есть у слайдера 12 размер, тоже посерьезней. Довольно тяжелый. Они идут, все слайдеры, либо с буковкой S. Это тонущая модель. Либо буква F английская. Это плавающая модель. У Buster Jerk также есть плавающая модель, загуляем до метра. И тонущая, до четырех метров. В принципе, как у Salma, так у Strike Pro очень богатая палитра. Есть из чего выбрать. Вот конкретно у Buster Jerk претензий вообще нет ни к покраски, ни к фурнитуре. Тройники все. Тройники Owner. Берем и ловим, без претензий. У Salma, к сожалению, нужно менять тройники. Тройники здесь плохие. В принципе, на всех джерках, что надо ловаться. Ставьте Owner, исходов у вас практически не будет. Теперь давайте поговорим о самой спиннинге с джерковым. Идеальный вариант, конечно, это одночасное удилище. Подбирайте к себе по росту. Все замечательно. Легкая, звонкая. Единственный минус – это неудобство перевозки. То есть, мне нужен спиннинг примерно на метр восемьдесят, то в тубус он не влазит. Ну, просто неудобно лазить. Поэтому у меня основной спиннинг – это полтора-часник от ZALTA. Также я взял вот такую палочку от Серебряный ручей. В ZALTA мне не нравится короткая ручка. Здесь ручка довольно длинная. На мой взгляд, поудобнее. Рука меньше встает. Особенно если вы тянете большую щуку, можно опереться в локоть. На короткой ручке неудобно все. Единственный момент – на этом спиннинге он идет двухчастник. То есть, стык у него посередине. Хорошо или плохо – не знаю. На воде он еще не был. Вообще, двухчастниками ловят. Никак не расхлебываются, не выпадывают. Как она обычно в спиннинге. Все вставляется надежно. Поэтому спиннингу я еще сниму летом видео, как он себе повел на воде. Как ловит. Не советую брать дешевые совсем спиннинги. Потому что нагрузки большие, приманки тяжелые. И дешевая фурнитура, катушка-держатели. Все это разваливается. Первая моя палка была Айко Бальтазар. Еще первого выпуска. Сейчас они стали другими уже. Вот та палка рассыпалась за сезон. Катушка-держатель просто разлетелся. У Салма есть некоторые проблемы с палками. Слабые кольца у них. В общем, все, конечно, зависит от вашего бюджета. Читайте отзывы. Сейчас их очень много уже. Есть из чего выбрать. Лучше в идеале подержать палку в руках взять. Перед покупкой попробуй, чтоб легла в руку, так сказать. Касаемо катушек. Я начинал освоение джерквы снасти вот с такой катушки. Это Абу Гарсия BCX в размере 5600. Эта катушка у меня прослужила один сезон. Потом я пересел на сетчетвертую. Я ее продал. Многие рыбачат на них очень долго. Там по 3-4 года. Ничего с ней не случается. Катушка очень деревянная. Прямо такая шумная. Сделана в Китае. Но, несмотря на это, работает. Ловит. Относительно бюджетный сегмент. Ничего плохого не сказать не могу. Если укладыватель пластиковый идет. Такая простенькая катушка. Сейчас Абу Гарсия сделал еще модель STX. Вот такую. Очень не похожа. Если сравнить. Они на разную руку. По размеру. Даже конструктивно все очень похоже. Единственное, эта катушка более скоростная. У нее идет передатка 5,9. А у красной 5,3. Но чуть подороже она. Классикой считается катушка C4. Синенькая такая. Вот Абу Гарсия. Они маркируются. И 5,6. Это праворукая. Если вы крутите правой рукой. И 5,6. Один будет. Если вы крутите левой рукой. Резкоукладыватель неотключаемый. Металлический. Катушка очень надежная. Раз в году разобрали. Почистили. И служит на многие-многие годы. Это считается классика. Они с 2014 года пошли рестайлинговые, так сказать. Маленько изменили окраску. Они тоже синие. Другой оттенок. И внутри стали черными. Такими темными. По сути это одно и то же. Просто маленько приняли дизайн. Освежили. Катушку делают шведы. Классика есть классика. Добавить нечего. В интернете много отзывов. Практически все рекомендуют ее. Если планируете заниматься джерками основательно. То можно смело брать. И ловить. У Абу Гарсио также есть модель. Которая называется Джиби. Разработана специально для ловли наджерки. У нее нержавеющая главная пара. И вместо подшипников втулки встает. Это маленькая лебедка. Делают тоже шведы. Она, насколько я знаю, идет только леворукая. 5601. Ну и она значительно тяжелее, чем С4. Это учитывайте. По весу сравнительно прилично тяжелее. Могу показать. Еще у Шимана есть недорогой бочонок Cardiff. Он такой небольшой. Он даже удобнее, чем С4. Чуть поменьше. Руке удобнее держать его. Из минусов у него не отключается резкоукладыватель. То есть, наоборот, отключается. Будем, забросим, крутим. Он стоит на месте. Особо не совсем криминально, как бы так. Но что есть, то есть. Я знаю, что люди ловят на них тоже не один год. Все с ними нормально. Что еще показать. Есть вот такая катушка от Daiwa. Daiwa Luna. Daiwa в размере 300. Праворукая. Полностью железная. Сделана она в Японии. Хорошая, надежная катушка. Единственное. Поздней осенью. Так она полностью из металла. Будет холодно ее держать. То есть, нужны перчатки. Размер довольно у нее внушки. То есть, если сравнить, например, Абу Гарси у меня есть. Размер 6000. То есть, они примерно одинаковы. Если у вас маленькая рука. То будет некомфортно держать. Неудобно. В принципе, здесь шнура влезет очень много. Можно взять размер поменьше. Ну, как бы тоже, смотрите, выбирайте все под себя. В интернете сейчас полно отзывов. Практически о любых снастях. О шнурах, поводках и джерках я поговорю во второй части. Расскажу, что к чему, что лучше брать. Определяйтесь со спиннингом, с катушкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и смотрите вторую часть. Режиссерт. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...